Добрый день, друзья! Меня зовут Татьяна, живу в Московской области, Сергиево-Посадский район. Хочу поделиться с вами своей новостью. Муж меня построил курятник, строил он его сам, своими руками. Мы помогали как могли, но все он сделал абсолютно практически сам. Устроил он его с ноября 2016 года, сегодня 25 марта и мы сегодня едем за курами. Но хочется уже снять и показать, как он устроен у нас внутри. Предбанника у нас нету, будем ставить еще вторую дверь. Здесь будет крылечко. Это обустройство внутри. Бункерные кормушки сделали, гнезда. Такие вот открывающиеся, чтобы вовнутрь не заходить. Доставать клеицы из коридора. Делали два ряда клеток. Их можно перекрывать, можно сделать в общую длину. На всякий случай сделали клетки, вдруг пригодятся. Вот как они устроены внутри. Примерно 5 квадратных метров. Около 5 квадратных метров каждый вольер. Это насесты. Насыпала опилок в короб. Не знаю, надо, не надо. Ну посмотрим. Если будет лишнее, не буду насыпать. Это гнезда, как выглядят изнутри. И клетки. Второй вольер точно такой же. Два инфракрасных обогревателя у нас. Один и второй. Вентиляция. Вот там вот, там стоит вентилятор в трубе. Ниппельные поилки. И сразу небольшая неприятность. Купили готовые ниппели. Готовую трубу с ниппелями. Побоялись делать сами. Вдруг не получится первый раз. И купили. Они оказались бракованные. Капает вода с самого ниппеля. Не знаю, будем смотреть. Если получится, отремонтируем. Нет, значит, будем делать сами. Менять. Пока подставила лоточки. Потому что забыла спросить у хозяйки, как они у нее пьют воду. Из ниппелей или из тазика. Так, сейчас покажу вам кормушки, которые сделала сама. Это второй вариант кормушки. Сама сверлила, сама резала. Все сама. Не знаю, надеюсь, удачно получилось. Мучилась я с ней полдня с этой кормушкой. Так, во втором вольере первый вариант кормушки. Неудачный вариант. Информации много, как выпиливать, какие ячейки. Но никто не написал и не сказал, что нельзя ее пропиливать всю полностью. Иначе она скручивается. Ну, так она у меня немножко вот и скрутилась. Нужны ребра жесткости. Ну, посмотрим. Здесь будет маленькая порода кур. Надеюсь, не перевернут. Второй вольер точно такой же. Они примерно метр девяносто на два сорок два сорок пять. Так подключены мепельные паилки. Вот так вот под гнездами идет шланг. Там как раз изнутри бункерная кормушка. И вот туда вот на стеллаже стоит. Пока купили одну бочку на 35 литров. Пока им хватит. Тут будет немного. И вот одна маленькая клеточка. Хочу попробовать еще 15 перепелок. Вот там посмотрим. И не сняла. Сейчас покажу вам лазы. Сделаны лазы. Вот там подносистыми лазы. Они будут открываться. На улице будут выгулы с двух сторон. Одинаковые лазы. Вот здесь. Все будет открываться из коридора, чтобы внутрь не заходить. Земля тает. Будем делать выгулы. Зима вернулась неожиданно. 25 марта у нас лежит снег. Привезли компьютер. Не знаю. Истринский. Сказали хороший. Посмотрим. Хорошо. Рядом с нами. Несколько бас с комбикормом. Прямо нам повезло. Не надо далеко ездить. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь завтра сниму уже видео со своими курами. Девками. Как я их называю. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.